Я уплотняю глину, загоняю весь воздух в центр пирамидки. Так какие были пузыри, они сейчас должны собраться в одно место, чтобы не попали в стенку. Валерий Терзиян из Гайкадзора рассказывает, как односельчане попросили его заняться гончарным делом, чтобы возродить ремесло. С тех пор прошло 20 лет. В мастерской, которая находится в Анапе, через его руки проходит 8 различных комбинаций глины с Анапского и Крымского побережья. Она очень непредсказуемая штука, глина. Ее 20 лет мало и 40 лет мало, чтобы чувствовать ее так же, как она сама себя чувствует. Непредсказуемая. Ее невозможно почувствовать. Ну так, подстроится. Здесь определенная температура. Вот здесь мелочевка, которая идет на сувениры. Мозг всего процесса Владимир Иваницов. Реставратор с 30-летним стажем. Самоучка. С детства любит что-то мастерить. Теперь у него свое дело. Ну и с музеем Гаргипия в постоянном контакте. Можно сказать, что с этого все начиналось. Образцы находятся в музеях Парижа, Нью-Йорка, Санкт-Петербурга. Примерно так выглядели оригиналы 2-3 тысячи лет назад, когда покидали мастерскую. Было важно воспроизвести технологию, повторяя за древними мастерами, как за учителями. Всего у древних греков было около 300 видов различных керамических сосудов. Для воды, ароматических и пищевых масел, вина, различных ритуалов. Такой вот трехлистничек, да. То есть поле гейди здесь разливалось на себя, на здоровье. То есть вот таким образом. На здоровье, на удачу и на любовь от себя. Сегодня в мастерской работают 4 человека. Здесь воспроизвели всю цепочку технологических процессов. Главная идея – продвигать греческий период в истории Анапы. Эти изделия отправятся на выставку, которая пройдет в Краснодаре. Главное, интересное для меня, как для мастера, это было, конечно, древнегреческое искусство. Тысячу лет только здесь, на земле, вот Анапской земле, производили произведения искусства. Это просто поражало. И я поэтому пришел вот в эту специальность. Мы, допустим, глину и черепки отправляли в Менделеевский институт. Нам делали анализы. Мы пользуемся именно той глиной, которой работали древние греки. То есть здесь все идентично. Все сувениры функциональны. Глазурь пищевая. Сюда уже приезжают туристы. В планах расширять саму площадку, а также производство. Помимо керамики, древние греки умели работать со стеклом, а это не менее интересный пласт для исследования.